Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Почти 58 миллиардов рублей будет привлечено в Кировскую область по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом на еженедельном совещании в правительстве сообщил зампред Михаил Сандалов. Всего, по его словам, на форуме было заключено 16 соглашений с крупными предприятиями в сфере энергетики, связи, лесопереработки субъектами России. В частности, соглашения о сотрудничестве подписали с «Газпромом» о газификации южных районов области на более чем 30 миллиардов рублей, стать нефтью о строительстве 30 автозаправочных станций в Кировской области, с «Егежа групп» о расширении мощности Вятского фанерного комбината, с «Мегафоном», «Сбербанком», «Т-Плюс» и другими компаниями. Общая сумма привлеченных в Кировскую область инвестиций составила 57 миллиардов 900 миллионов рублей. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. 12,5% кировчан находятся за чертой бедности. Об этом говорят итоги рейтинга, подготовленного специалистами РИА Новости. Всего по России эта цифра за 2022 год составляет порядка 10%. Это 14,5 миллионов человек. В шести регионах доля бедных превышает 20%. Еще в 10 за чертой бедности от 15 до 20% жителей. При этом наиболее высокий уровень бедности в Ингушетии – 30%, то есть каждый третий житель. Наименьшая доля населения за чертой бедности в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, где в каждом из этих регионов доля бедных составляет 4,5%. В Москве и Татарстане – по 5% за чертой бедности. Что касается уровня доходов, то наш регион находится на 64-м месте по стране. На среднемесячный доход одного кировчанина можно купить примерно полтора фиксированного набора товаров и услуг. В эфире «Экономика». Каждый пятый кировчанин считает себя ленивым. Таковы итоги исследования специалистов сервиса «Суперджоп». В ходе опроса, который они провели, 21% кировчан назвали себя ленивыми, 71% напротив отрицали у себя наличие этого качества. Мужчины признаются, что ленивы чаще женщин – 28% против 14%. Что касается возраста, то если среди молодежи до 24 лет ленивым назывался только каждый восьмой, то среди опрошенных старше 45 уже каждый четвертый. Если говорить о профессиях, то чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и системные администраторы. Реже всего – врачи, учителя, экономисты и маркетологи. Мария Гожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».